Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Александр Вржечь, дилер компании «Реми». Да, здравствуйте. «Реми» – это мебельная фабрика. Давайте сразу начнем разбираться, чем вы занимаетесь, чему посвящена часть вашей жизни, профессиональная. Ну, не могу сказать, что прямо на слуху, но при этом, благодаря нашему знакомству и сфере собственной деятельности, знаю, что одна из крупнейших фабрик. Что за фабрика? Давайте сначала. Все верно. Мебельная фабрика «Реми». Год основания фабрики – это 2000 год. На сегодняшний день это федеральная компания, которая входит в топ-5 крупных компаний в России по производству кухонной мебели. Топ-5 крупнейших по производству. По России. При этом, чтобы слушатели не решили, что мы тут сугубо рекламой занимаемся, я поясню, почему мы говорим. Потому что на самом деле фабрика находится в Кировской области. Да, город Кировщепецк, все верно. Вот эта история, которую я периодически в программе подсвечиваю, мы сами не знаем, что у нас есть в регионе. И я очень рад бываю, когда ко мне в гости приходят руководители компаний, о которых мы не знаем, а они работают на больших рынках. Фабрика у нас в Кирове, в Кирове-Чепецке. Фабрика в Кирове-Чепецке. Год основания фабрики – 2000 год. Она открылась изначально, это Балашиха, Московская область. И до 2015 года она базировалась там. Компания образовывалась. Компания не Кировская. Нет, она не Кировская, да, у нее корни в Москве. Соответственно, и эту компанию полностью открывали итальянцы. То есть, было разработано 13 моделей классической мебели, фасады. И они сказали, что организуют полностью площадку производственную... Это в 2000 году тогда. Да. То есть, производство корпусов было организовано в Балашихе, а все фасады, комплектующие, какие-то карнизы, цоколя фрезерованные из массива были как раз привезены из Италии. И итальянцы полностью ставили на фабрике техпроцесс. То есть, это линия сборки, это клееные корпуса, это 18-я толщина корпуса, ну, самого ЛДСП. То есть, это были приняты полностью европейские стандарты. Вот. В наше время никто, и в принципе, по сегодняшний день не работает в основном на 18-й плите. Работают только исключительно. Это толщина, правильно? Да, толщина плиты 18-й. Это европейский стандарт. У нас вся Россия работает на плите 16 мм. В Европе даже такой плиты нет. А в чем принципиальная разница? 2 мм, креючки? Ну, у нас в России, я думаю, что, скорее всего, это была некая экономика. То есть, чуть дешевле были... Меньший расход опилок. Меньший расход, да. Ну, опилы, это тоже целый процесс. Это тоже дерево, конечно. Да, это дерево. Причем опилы, это не производная там, да, отходов. Это везут на комбинаты целые бревна, их каким-то образом, да, их лущат, превращают в опил, их определенным образом сушат, и потом производят уже эту плиту. Вот, поэтому это все у нас производная наших деревьев. Ну, давайте, вернемся. Да, в 2000-й год компания организовали, они, итальянцы. Вот, какое-то время полностью, вот эти были 13 классических моделей кухонь, и со временем фабрика начала уже делать свои собственные фасады. Фабрика начала расти, и вот до 2015 года был такой не очень активный рост, но он присутствовал. В основном это регион присутствия был Москва, ну, и какие-то там регионы. Вот, и в 2015 году получается, что компания активно растет, большое количество заказов, и они думали о расширении. Ну, и ни для кого не секрет, у нас Киро-Чапецк является уже таким городом, где очень много стоит крупных производств, вот, и там присутствовала мебельная фабрика, это фабрика «Лотус». Я, кстати, в 2004 году тоже начинал свою деятельность с мебельной фабрики «Лотус» в отделе снабжения. Очень большая ведь тоже была. Да, это тоже крупная федеральная компания, да, тоже она была в свое время там в лидерах, вот, но не смогла устоять там со всеми кризисами. Вот, в общем, там детали я точно не знаю, но фабрика била себя банкротом. Вот, и, соответственно, самый был, у Реми был активный рост, и чтобы что-то строить новое, это время, это, ну, такая долгосрочная история. Вот, и было предложено компанией Реми посмотреть в сторону Киро-Чапецка, посмотреть в сторону существующих площадей. Площади были там, это не просто площади, это станочный парк, это люди. Было готовое производство. Да, все было готово. То есть, там единственное не было специфических участков, как для производства кухонь, это не было там участка покраски, не было там каких-то производства там декоративных элементов. Это все, соответственно, фабрика перевезла сюда, в Киро-Чапецк. Достаточно быстро они запустились, ну, и вот с 15-го года. С 15-го года Реми работает в Киро-Чапецке. Да, то есть, уже 8 лет она находится в Кирове. Ну, смотрите, Александр, на уточнение тоже. Я люблю с нашими слушателями все-таки хорошо разбираться в ситуации. Я представил вас как дилер, но вы при этом очень хорошо знаете про фабрику. Это же профессионально или это, ну, коммуникации близкие, формат взаимоотношений ваш? Вы дилер в Кирове, и чуть позже мы поговорим о том, где еще открылся шалон. Да, вообще мебель это... Вот формат отношений ваш с фабрикой, что сейчас из себя фабрика представляет? Влияние дилеров на ее политику? Что здесь? Тут, во-первых, у меня было такое очень интересное знакомство с руководителем фабрики, с собственником фабрики. Это был 2019 год. Я, в принципе, вот говорю, что я начал свою деятельность с мебельной фабрики Lotus. И, по сути, никогда, вот за уже опытом 19 лет, я не сворачивал в сторону. То есть, я 19 лет занимаюсь мебелью. То есть, я организовывал производство, это мебельная фабрика Styling на базе торгового дома Fankom. Ну, вот полностью с нуля. Я организовывал мебельную фабрику на Кировском строительстве... Как он? Кировской, СССР? Да, компания Leveco полностью с нуля. И вот как раз 2019 год я был в свободном плавании, меня познакомили с собственником. Мы хотели с ним сделать проект на экспорт. То есть, загрузить там текущие площади, потому что там фабрика очень большая. Вообще, площадь фабрики на сегодняшний день это порядка 40 тысяч метров квадратных. В Чепецке? Да, в Чепецке это два производственных корпуса огромных. Одно занимается производством чисто корпусов и сборкой, а второе это как раз цех покраски. Там же есть цех и ламинирование. То есть, технически оснащенная фабрика, ну, очень мощная. Слушайте, наверное, получается в Кирове это, наверное, крупнейшее мебельное производство. На сегодняшний день, да. То есть, брать по объему производства, по выпуска, по денежному эквиваленту, я думаю, что это одна из самых... Опять же, мы не очень знаем. А почему? Почему вот такая ситуация, что фабрика действует на территории региона, но при этом, ну, не так давно? Ведь вы салон Кировский открыли сколько? Чуть больше года назад? Ну, это было такое второе открытие уже. У нас, да, был переезд с торгового центра Европейский. Мы приехали на Валдарского, в октябре сделали официальное открытие, вот, и, соответственно, да, чуть больше года мы, ну, более-менее, так активно развиваемся. Здесь вопрос, все-таки головная компания, а офис он в Москве. Вот здесь открыто, насколько я знаю, это представительство фабрики, ну, в лице производства. То есть для них Кировская область один из регионов, из ряда многих такой же. Так они его рассматривают? Или есть все-таки какое-то родственное отношение? Нет, здесь они оказались чисто случайно. Вот как раз это, думаю, что воля судьбы, что вот компания банкротилась в то время, когда у них был активный рост. Ну, сейчас-то уже какое-то есть теплое отношение к региону? Нет, сейчас, да, сейчас к региону, да, то есть это у нас исключительно работают на Кировской фабрике, это все люди из Кирова-Чепецка, из Кирова. Вот к нам периодически приезжают на помощь итальянцы, и до сих пор мы пользуемся их услугами. Вот, не так давно у нас уехал начальник производства, там, из-за ряда событий происходящих. Ну, так или иначе, сейчас вот будет еще волна. Я знаю, что сейчас ведут переговоры с производственниками из Италии, они снова будут приезжать и отлаживать еще от тех процессов, потому что это такое постоянное движение, это производство, его нельзя там, ну, то есть надо с ним постоянно работать. Он как живой механизм, организм, и там постоянно какие-то новые улучшения, новые модели, новые покупают оборудование, то есть он постоянно модернизируется и постоянно в движении. Ну, вот давайте тогда, опять же, сориентируем, там, расскажем, что из себя представляет продукция фабрики? Ассортимент, сегмент, не с точки зрения, опять же, рекламы, а с точки зрения понимания масштабов производства. Что это, премиум, эконом, мидл, на что ориентируется, классика, ну, то есть... Основное направление — это кухонная мебель, то есть это, в принципе, изначально фабрика так и открывалась. Вот последние два-три года фабрика взяла направление так называемый total look, то есть это что значит? Это когда мы заходим на объект, и мы можем сделать все, что касается корпуса мебели, сделать все. То есть это гардеробные, это шкафы распашные, шкафы раздвижные, это какие-то прихожие, это ТВ-зоны, это тумбы в ванну, то есть, по сути, можем сделать все, что касается корпуса, все. Вот. Относительно сегмента, фабрика у нее нет четкого позиционирования, что она, это премиум или это какой-то жесткий эконом. У нас присутствует 10 ценовых категорий. То есть большое, очень большое количество материалов, начиная от ламинатов и заканчивая там фасады в керамике, в стекле, шпоны, есть эмаль, то есть, ну, очень большое разнообразие. Про 18-миллиметровые ДСП мы не договорили. Она так и остается конкурентным преимуществом или перешли? Да, 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 то есть я ушел от вопроса, что дает 18-й корпус. Это жесткость конструкции. То есть, ну, в принципе, все базовые вещи, взять станок или там, это автомобиль, то есть каркас автомобильный, чем прочнее станина, тем жесткость конструкции, она выше. Соответственно, это увеличивает и улучшает потребительские характеристики продукта. То есть, это о чем говорит? То есть, это 18-й корпус. Во-первых, у нас идет сборка не винтовая сборка, а идет шкантоклеевая сборка. То есть мы все корпуса не собираем у заказчика. Мы их собираем все на фабрике, на линии, на прессе и уже весь корпус готовым отправляем. Готовым отправляем, да. То есть мы уже устанавливаем все ящики, мы устанавливаем фасады, и потом весят корпус уже в промышленной упаковке едет к заказчику. То есть не IKEA вот это вот. Нет, это не IKEA. Да, здесь в любом случае нужна квалификация установщиков, это важно. Но, по крайней мере, у нас уже сборщик занимается именно не сборкой мебели, а занимается ее установкой. Слушайте, вот так все хорошо. Вот прям все хорошо. Развиваемся, площадки покупаем, продолжаем. При этом за этот период, ну, несколько сложных ситуаций уже было на рынке и в последние годы, в общем, не самые, наверное, такие позитивные для мебельного рынка. Хотя последний год рост. Ну, прям рост, да, уход иностранных игроков. Но при этом Чапецк, Кировская область. Как фабрика себя чувствует в регионе? Вот, будучи такой не очень известной, да, не очень, ну, такой, не знаю, на слуху, что называется, но при этом крупнейшим производством. Как она себя чувствует? Какие вопросы? Кадры, логистика. Я помню в свое время, когда с одной из мебельных компаний мы разговаривали. Они говорят, ну, слушайте, мы 5-6% закладываем на, как это сказать, на брак из-за того, что по кировским дорогам возим клиентам мебель. Ну, сейчас уже не та ситуация. Вот какие сложности, ну, трудности. С логистикой проблем, я знаю, точно нет. У нас в Москве сейчас от фабрики есть, как раз вот на бывших площадях, то есть там организован распредцентр. То есть ежедневно фуры грузятся у нас из Кирово-Чапецка, и большая часть продукции, она отгружается с Москвы. Вот, ближайший регион это Татарстан, еще какие-то регионы, которые нас окружают, они, конечно, грузятся непосредственно из фабрики. А вообще, какова сетка, там, дилерская по стране? Ну, от Калининграда до Владивостока. Полностью, весь вхват, да? То есть все миллионники, все города, а присутствие фабрики есть во всех городах. А вообще фабрика говорит о том, что сделано в Кирове? Ну, такой вот момент, как бы. Есть какое-то позиционирование там, что ли? Ну, они точно этим не стыдятся, да, они всегда, мы заявляем, то есть все рекламные материалы, все видеоролики, они направлены, да, что это город Кирово-Чапецк, независимо от того, что юридический адрес он московский, это Кирово-Чапецк, это есть, говорю, много роликов именно, и даже панорамные виды Кирово-Чапецка, то есть они гордятся. И вообще у многих, вот я говорю, что я в отрасли 19 лет, и когда ты приезжаешь и говоришь, что вот в Кирово-Чапецке, они говорят, да, у вас там в Кирово-Чапецке кого только нет. Вот, слушай, Александр. Причем крупников. Ну, достойных, хороших. Крупные федеральные компании. Достойные, хорошие компании. Вот давайте уже, ну, перейдем там от фабрики, да, много еще тем, которые поговорить, но вообще, что вы скажете, как человек, который профессионально этим рынком, этой отраслью занимается, действительно Киров, это, ну, там, регион мебельный, что называется, и у нас хорошие позиции в этом. Ну, или это мы себе придумали, и если посмотреть, то в каждом регионе, в общем, набор мебельных фабрик есть? Ну, я думаю, что на самом деле в каждом регионе есть, просто это именно, мне кажется, уже этого добились определенные люди, определенные предприниматели вот таких вот вершин. То есть мы сформировали этот образ. Мы можем его развивать? Есть потенциал. Потому что в свое время, вот я, ну, профессионально тоже, вернее, как спрошу, как от отраслевого сообщества, мы в свое время смотрели, когда особенно начались санкционные истории, сначала первые, там, 2014 года, а потом особенно вторые, мы говорили, что вот если бы в Кировской области добавить производство комплектующих для мебели, с которыми большие проблемы, вот тут мы бы могли рвануть прям сильно. Безусловно, я считаю, очень огромный потенциал, то есть оглянуться вокруг, у нас кругом лес. Это 80% составляющий всей корпусной мебели. Да, но из леса мебели не сделаешь, нужно ДСП как раз. Да, нужно перерабатывающие заводы, это безусловно. Просто вот, допустим, мы ездили очень много в свое время в Казахстан, там ты приезжаешь и смотришь, ну, ну, нет там, и нет там крупных фабрик. Есть переработчики, которые также плиту тащат из России, что-то делают, что-то, вот у нас этот потенциал, безусловно, есть. И мне иногда было очень интересно, почему открывается там в Шарье производство, по производству. Есть производство ЛДСП в Удмуртии, везде есть, но в Кировской области у нас нет ни одного завода. Почему? Не знаю, тут сложно. Ну, у нас фанерные, да, как бы очень большие, там один европейский, крупнейший там производитель. Ну да, но мне кажется, ели и сосны у нас в регионе больше, чем березы. Да, ну не меньше. Чего не хватает для того, чтобы регион, ну, еще больше стал развиваться, как такой мебельный кластер? Такое название уже есть, там возникло, вот чего еще не хватает? Ну, ведь от того, что здесь появятся предприятия по производству ДСП, несовершим, ну, не рванемся, да, потому что все равно в рынке всей, в общем, из Шарьи привезти несложно. Смотрите, у меня есть следующий опыт. Есть у нас Пензенская область. На сегодняшний день тоже не очень лесной край, по-моему, так. Не очень лесной, но на сегодняшний день это лидер по производству корпуса мебели. Именно там нет сегмента высокого, а вот с точки зрения объема и массовости это лидер. Пенза? Пенза и Кузнецк. Вот два города. Слушайте, ну вот. То есть, и вот производители оборудования говорят, какая-то страна, ну, какая-то ситуация в стране происходит, тут у нас что-то не очень хорошо, тут нехорошо, а Пенза это отдельный регион. Самые крупные контракты по оборудованию это Пенза. То есть, это вот спросите, Пенза, ну вот она сейчас на сегодняшний день, вот в таком, так скажем, сегменте масс-маркет, она присутствует там 80%. Там просто сумасшедшие площади, там, ну, не знаю. А я тоже приезжал и спрашивал, почему у вас так много мебельщиков? Была история тоже, там, одна фабрика, вторая, там, одни начинали, третьи начинали, одни подхватывали, и потом это у них начало перерастать в очень такое серьезное крупное производство. И у них была договоренность с руководством области по налогам. Там дали какие-то определенные преференции, дали какие-то им там, условно говоря, какой-то удельный вес налогов от их оборота, и дали им развиваться. И все пензенские компании, они все зарегистрированы в Пензе. Ну, слушайте, надо поизучать, вот, да, как-то от стереотипов к практике, да? Мы говорим о том, что Киров, мебельная столица России, там, да, и пытаемся гордиться. Нет, у нас есть хорошие, классные бренды, да, в своем сегменте. Вот они прям, ну, на мировом уровне, да, некоторые компании ездили и в Милан на выставке со своей продукцией участвовали. Это круто. Конечно, Пенза не ездит. Она вот закрывает другие потребности, она тоже, она, конечно, здорово, что она присутствует, она отчасти и какой-то рынок она тоже ломает, да, там, ценами, количеством. Нет, ну, в любом случае, слушайте, это производство, это хорошо. И если мы претендуем на там титул мебельной столицы, надо закрывать все сегменты. Поизучаем этот опыт, надо посмотреть, что за налоговые условия у них были. Александр, давайте вернемся уже непосредственно к вашему, мы там о отрасли поговорили, о фабрике. Вы дилер, вы продаете продукцию в фабрике, делаете это в Кирове и... Ну, делаем это уже неплохо. И где еще? А, недавно мы открыли салон на Ленинском проспекте, то есть, и вообще на фабрике... В Москве. Да, в Москве. Я понимаю, что у нас один Ленинский проспект в стране. Я почему на этом хочу акцентировать внимание, извините, что перебил, потому что, ну, мне кажется, это такой серьезный шаг. И я хочу поговорить о том, что вас на него подтолкнуло, потому что, ну, мебельный рынок Москвы сложно назвать там открытым и мало конкурентным. Мне кажется, там, в общем, если с другими отраслями еще может быть, ну, что с мебелью точно проблем в Москве как бы там нет, да. А что подтолкнуло, что Кирова мало... Зачем Москву? Кировская компания... Кирова мало, есть запросы, не скажу, что много, но они уже появляются, появляются, появляются. Это когда наши кировские люди, они покупают какую-то недвижимость в Москве, они переезжают, либо у них переезжают туда дети. И Москва, это, правильно сказали, очень большой рынок. И когда приезжают кировские туда, они не знают, к кому обратиться. То есть, вроде, компании много, а есть какой-то страх, есть какой-то риск. Вот, и приходят к нам прям с запросом, а можно мы у вас здесь все оформим, а вы нам съездите, поставите? Я говорю, конечно, не вопрос. У нас есть распредцентр в Москве. То есть, это они здесь к вам приходили в Кирове в салон? Да, да, есть определенная уже выстроенная логистика, все понятно. Цена образования у фабрики, что это салон в Москве или это салон во Владивостоке, цены РРЦ везде одинаковы. То есть, выгоду они прям видят сразу, что, а, вы здесь, да, есть кого спросить, мы вас знаем, у нас есть рекомендации, еще что-то. Плюс есть фабрика, которая вот, они знают, что она уже в Кирове-Чепецке. Вот, ну, там приходилось мне организовывать другие процессы с точки зрения сборщиков организации, там, ездить с Кирова какие-то проекты закрывать. И мы в Москву ездили, и в Питер ездили, и сейчас проекты есть, и в Сочи. Ну, вот, ну, Москва-то такое прям много, и приняли решение, нужно организовать сервис там. Вот, сервис-то организовать там, сделать там хороший шоу-рум. Мы вот открылись на Ленинском проспекте, причем открылся я не один, мы открылись с компанией Art-Service. У нас есть такая некая сейчас модное слово, это коллаборация, да, компании. Ну, вот, мы друг другу помогаем, и я уже немного раз говорю, что вот эта коллаборация прям, ну, здорово, классно. Я пытался тут синоним русский найти слово коллаборацию, помучился, помучился и понял, что, ну, вот, приходят некие англицизмы, которые все-таки очень сложно перевести, потому что мы наполняем их тем смыслом, которого не хватало нам в наших словах. Все ли было, как это сказать, так радужно, как предполагалось? Ну, не радужно, это Москва, то есть Киров, я вообще считаю, это город у нас пяти рукопожатий, да, то есть мы найдем любой контакт, выйдем на любого человека, там, через знакомый, как-то еще, и решим вопрос. В Москве, я, Москва, это, ну, в 40 раз население больше, чем Киров, ну, с учетом области, и там уже это пять рукопожатий вообще не работает. В принципе, там и так, ты, да, никого, мало кого знаешь, да, есть какие-то определенные знакомства, но так, чтобы там решить любой вопрос, пока таких компетенций нет. Вот, поэтому, ну, я понимаю, что это все наращивается, люди появляются, мы знакомимся, мы проводим сейчас там и мероприятия для дизайнеров, так же, в том числе, как, так же, как и проводим их в Кирове. Вот, ездим на различные мероприятия, в том числе, на какие-то выставки отраслевые, уже знакомимся, общаемся. Конечно, не все просто, это тяжело. Отличается чем-то работа мебельного салона в Кирове и в Москве? При живом работе. Где дольше? Москва. Москва круглосуточно? Ну, нет, тут, если мы работаем до 19, то там 21 и 24 на 7, то есть 30 дней в месяц. Поэтому там графики работы дольше, но это, как раз, обусловлено большими расстояниями. Какие планы и какие ожидания? Что это для вас, Александр? Это, ну, так скажем, собственный вызов себе я смогу? Это коммерческий проект или это такое, ну, такое позиционирование? Нет, это в любом случае, это коммерческий проект, чем хороша фабрика на сегодняшний день, вот, я говорил, что 10 ценовых категорий, если взять с пятую по десятую категорию, то мы очень хорошо на сегодняшний день... Это верхний сегмент, да, это верхний сегмент, да, тут мы очень хорошо конкурируем с европейскими производителями, с итальянцами, с немцами, с точки зрения технологии, с точки зрения качества изготовления, с точки зрения подачи, с точки зрения дизайна, но... Они остались вообще на рынке? Есть с кем конкурировать? Они есть, они сейчас отстроили там какие-то свои логические цепочки, но есть, я так понимаю, что у потребителя есть какой-то риск определенный, то есть это не работа со склада, это все-таки заказная позиция, которую фабрика изготавливает под твои размеры, и, соответственно, есть риск, ну, есть неуверенность, что завтра этот продукт может прийти, плюс колебания курса. Это тоже сказывается на цену, вот, здесь мы очень хорошо сейчас как раз замещаем этот рынок, но не с точки зрения, то есть, понятно, здесь сроки, да, качество у нас, говорю, европейское, так, ну, и итальянцы ставили все процессы, но при этом ценник у нас от двух до четырех раз там, ну, зависимо-то от разных компаний ниже. Какие планы? Ну, вот, сами для себя, как формулируете, ну, некую цель и задачу выхода в Москву? Ну, я говорил, чем Москва интересна, допустим, салон Реми в Кирове, он достаточен один, то есть, ну, есть все расчеты, математические расчеты, где смотрится и плотность населения, и достаток населения, то есть Реми, он, в принципе, достаточно, ну, один салон, но его достаточно. В хорошей локации, с хорошей экспозиции, все, дальше, ну, город маленький, а Москва, я говорю, это в сорок раз больше, то есть, не надо там развивать, открывать магазины, там, не знаю, в Казани, Йошкарле, вот, ты раздеваешься. 40-40 магазинов можно постепенно открывать в Москве, да? Ну, по сути, да, там, хотя сеть Ремиана тоже присутствует, но там немножко другой рынок, там другой рынок. Он требовательный? Ну, мы же считаем, что в Москве много денег, у них там большое предложение, вы уже столкнулись? То есть, вот, какой клиент в Москве? Ну, в принципе, я говорю, у нас не масс-маркет, да, что у нас там большой оборот людей, у нас небольшое количество людей, поэтому у меня уже образ сформировался, мы не работаем тоже и совсем в верхнем элитном, да, то есть мы не работаем с элитой, там, совсем какой-то дорогой примялки, но мы работаем с хорошим средним чеком. Ну, а давайте сейчас вот немножко прервемся, Александр, у нас рекламная пауза, вернемся через некоторое время, это программа «Разговор по делу», не переключайтесь. Возвращаемся в студию, программа «Разговор по делу», веду я, Андрей Усенко, продолжаем разговор с Александром Вржечь, дилером фабрики Реми. Александр, мы про Москву поговорили, про фабрику, много что, вы как профессионал в этой сфере, человек, который, с одной стороны, хорошо производство знает, с другой стороны, ну, собственно говоря, продает это все и достаточно там взыскательным клиентам вот в этом верхнем сегменте. А что вообще сейчас на рынке кухонь происходит, какие тенденции? Вот я у вас в салон заходил, да, мы с вами смотрели, и там сейчас закрывающаяся кухня, то есть ты вообще взял вот так, как кафе-купе, двери закрыл, и кухни нет как будто, да, это такое веяние вот этих студий, да, там? Нет, это далеко не студии, это вопрос, как создать помещение, сделать его многофункциональным. Вот давайте, у нас 4 минуты, и мы с вами очень быстро говорим о современных тенденциях на рынке кухонь. Что сейчас востребовано, интересно, доступно? Слушайте, была история минимализма, сейчас эта история потихонечку уходит, уходит, это, мне кажется, как раз связано с пандемией, когда люди насиделись дома, насиделись вот в этом минимализме, сейчас им хочется, чтобы много дома было всего, было все функционально, было какие-то помещения, вот я говорю, вот эти даже системы, эта система, она как раз дает делать возможность помещения сделать многофункциональным. То есть, на сегодняшний день у нас это, мы можем его сделать кухней, к нам пришли гости, мы можем закрыть, это простая обычная шкафная группа, и это помещение у нас уже несет другой функционал, другая роль у этого помещения. Другая атмосфера. Да, другая атмосфера, поэтому, вот сложно сказать по тенденциям, вот прям... Ну что, ну помните, был период, когда все двигалось, надо, вот, все на кнопочку нажимаешь, и все само выезжало, все... Это все есть, это все есть. Но уже не так модно, мне кажется, или все так же? Нет, это все так же, сейчас, больше того, это становится более доступным, есть какие-то сейчас сценарии, сейчас появилось, очень много появляется в доме автоматизации, да, когда мы уже управляем не только с кнопки, а управляем голосом, теми или иными, там, сейчас все приборы, мы можем сейчас сварить кофе, не вставая с кровати, и сказать, там, Алиса, приготовь мне кофе, включается кофемашина, мы спускаемся, у меня уже сделано. Слушайте, ну а вот стратегически, ведь не секрет, что есть такая еще история, человек, там, все упрощает свою жизнь, да, там, ускоряется, все некогда готовить, если раньше, там, по полдня стояли у плиты, то теперь этого нет, а не происходит ситуация, когда вообще от кухни отказываются, вот, я буду питаться, не знаю, там, в кафе и ресторане, нет стратегически такого опасения, что все уйдет, там, в общепит, в доставку, и, там, он делается только микроволновкой. Тут, так скажем, палка в двух концах, кто-то любит готовить, и вот эту страсть приготовления ее, как бы, ну, не унять, там, и не заменить никаким образом рестораном или кафе. Есть люди, которые, да, они не готовят, они, ну, в любом случае, у них должно быть место, где они должны с утра встать, приготовить себе какой-то минимальный завтрак, сварить кофе, сделать, там, не знаю, бутерброд, сэндвич, как угодно. Ну, вы стратегически не видите себе для себя рисков? Нет, абсолютно, то есть это... Хорошо, а что стратегически видеть? Вот вы, как субъект бизнеса, как бизнес-единица, ваш салон, два, которые вы сейчас там руководите, в чем направление развития? Все дальше, как это сказать, как ребенок в Москву, и дальше мы вас потеряли? Москва, это был некий шаг, который вот именно из-за того, что сейчас стали уходить с рынка европейские компании, и мы были вынуждены на эту ситуацию отреагировать. В любом случае, я понимаю, что в Кирове мы еще не проделывали достаточно большого объема работы для того, чтобы у нас была уже какая-то узнаваемость. Очень много работы еще, я хочу, прям, я этот продукт очень люблю, я всегда о нем эмоционально рассказываю, и мне бы хотелось максимально до аудитории, до всей нашей Кировской, донести о том, что это классный продукт, при том, что вот мы говорили, реми, никто не знает. Реми есть как плюс, так и минус. Они мало тратят денег на маркетинг, а маркетинг всегда сидит в цене, то есть его так или иначе оплачивает потребитель. И мне эта история, она очень устраивает на сегодняшний день. Я лучше сам своими ногами побегаю, расскажу друзьям, знакомым своим новым покупателям, они расскажут дальше, что это, на самом деле, качественный продукт, который не переоценен по цене. То есть эти 10 ценных категорий позволяют нам на сегодняшний день поставить кухню в любой проект. То есть я не говорю, что у меня прям какой-то изыскательный клиент с деньгами, еще что-то. Ну, то есть Москва вас не сделает потерянным для Кирова? Нет, ни в коем случае, мы здесь будем развиваться. Сейчас мы как раз настраиваем все процессы в Москве, там будут поставлены управляющие определенные. Все равно наша родина здесь, мы будем здесь и будем здесь развивать этот бизнес. Слушайте, ну давайте договоримся, вот через некоторое время, через год, год назад салон открывали в Кирове новый, давайте через год встретимся, поговорим о том, как получилось с Москвой. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы наша компания, ну, вы не единственная компания, которая выходит в Москву, это такое естественное движение, мне бы очень хотелось, чтобы они шли в Москву не с точки зрения, там, перенести туда бизнес, с точки зрения того, чтобы оттуда брать все самое лучшее и привозить в Киров. Технологии, сервис, там, решения какие-то. Но вот не как с детьми, когда уехал в Москву и уже не вернулся. Москва как такой хороший, хороший испытательный полигон для того, чтобы потом будет надежно работать у нас. Ну, мы так пока и к нему относимся, то есть у нас нет мыслей определенных, это просто интересный с точки зрения развития рынка, вот не больше. Ну что ж, давайте так и договоримся, через год встретимся, может быть, раньше, если будет желание. Александр, спасибо, что приняли приглашение поговорить, потому что, ну, было интересно. Я надеюсь, что нашим зрителям узнать, нашим слушателям узнать о том, что в Кирове работает компания, входящая в топ-5, там, производитель кухонь в России, тоже было интересно и полезно. Надо знать свой регион, надо знать свои компании, работающие в регионе, и гордиться ими. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Разговор по делу.